Продолжая наш разговор, хотелось бы задать вот такой вопрос вам. Наверное, этот вопрос будет Эйманом. Житель города Шарлинска Ефремов, к сожалению, он не указал свои инициалы, буквально спросил следующее. Вот цитил ее. Проповедует религию свою, но он, естественно, говорил о миссионерах, католическую. Насколько известно, между католиками и православными в Европе идет война. Наверное, он имел в виду Ольстер. У нас в стране идет война на почве идеологических взглядов. У нас православная вера, а вы проповедуете католическую. Не внесет ли это суматоху в нашу жизнь и сумятицу в наши души? Прежде всего, я бы хотел сказать, что я не проповедую какую-то религию. Я рассказываю о любви Иисуса Христа. Это основная, простая, простая господь. Иногда, те различные религии, которые изобрело человечество, приносят различные проблемы, беспокойство. Я ирландский, я вижу это в моем стране за последние годы. А я, как ирландец, я вижу это в своей собственной стране. В севере нашей страны существуют представители католической веры. Но это немного глубже, чем просто католик и протестант. Проблема, которая существует между ними, непонимание. Это лежит немного глубже, чем просто между католиками и протестантами. Дело в том, что в основном протестанты – это выходцы из Англии. А католики – они по происхождению ирландцы. И каждая из сторон использует религиозные мотивы для того, чтобы выяснить свои отношения. А результат – это кровопролитие и терроризм. Это не Божий план для нашей страны. Мы видим в последние пару месяцев что барьеры между различными религиозными в моем стране наблюдаются такие явления, что вот эти религиозные барьеры в нашей стране начинают как бы рушиться. И для первого раза католики и протестанты украли свои руки, и они вместе. И вот впервые протестанты и католики на время сложили оружие для того, чтобы встретиться. В прошлом году я испытал, просто необычайно имел такой опыт, необычайный опыт, где ирландский террорист, который был из католического происхождения, и северный ирландец, который работал для армии, который является протестантом в протестантском направлении, и он является военнослужащим. Однажды они рассказали, как каждый из них, сколько они сделали зла людям, даже отнимали жизни людей. И так случилось, что когда они оказались в одних условиях, они поделились друг с другом, как они ненавидели друг друга до того. И вот пока этот ирландский террорист был в тюрьме, он искал и стремился познать волю Божию, и он получил прощение грехов своих в Иисусе Христе. И то же самое случилось с протестантским солдатом. Примерно в то же время и он познал любовь Иисуса Христа. И вот теперь они в тюрьме, вот эти два человека, которые стоят рядом, и говорят, что это чудо, что Бог может сделать в человеческом сердце. И они свидетельствовали, стоя рядом друг с другом, вот чудо, которое сотворил в нашей жизни Бог. Потому что он смог возродить и террориста, и военнослужащего. Они обняли друг друга, положили руки на плечи друг к другу. Религия, просто религия, никогда не в состоянии сделать этого, чтобы примирить кровных врагов друг с другом. Только любовь и Иисуса Христа в состоянии совершить это. И мы ведь можем это наблюдать даже здесь, в Шадринске. Вальтер, он относится к протестантской церкви. Я из католической церкви. Я имею католические корни. И вот, пожалуйста, православный священник и пресвитер баптистской церкви. Но что же объединяет нас всех вместе? Это любовь Божия, которая явлена нам в Иисусе Христе. И каждый из нас, вот мы здесь сидящие, мы уважаем традиции, которые в каждой церкви существуют. И таким образом между нами мир. Вы знаете, в этой связи напрашивается вот такой вопрос, опять вопрос телезрителя. Я цитирую. В мире большое количество различных религий и отпочкование от этих религий, о чем только что сказал Эйман. Это вопрос будет ко всем. Если бы мы все были одной верой, может мой мир был гораздо добрее и миролюбивее. Это может быть продолжение как раз того разговора, о чем начал Эйман. Я хотел бы, чтобы вы все ответили на этот вопрос. Или, может быть, почему такое невозможно? Я, наверное, еще раз повторю то, что всякое разделение. Есть следствие, в том числе и религиозное, и недоброжелательство. Следствие есть слабости или несовершенства веры. И вот Эйман только что говорил о той вражде, которая есть в Ирландии. Здесь как раз нам показано, вот в практике жизни, результат этот и следствие показаны вот этого несовершенства веры. Когда люди какие-то свои меркантильные, материальные интересы, может быть, интересы власти прикрывают своими религиозными верованиями. Это говорит о том, что они лукавят. Для них более важно захватить власть, иметь какие-то преимущества земного плана. Значит, это для них ценнее, чем вера Бога. Они это все прикрывают верой и делают эти свои земные дела под прикрытием веры. Это говорит о лукавстве самого человека, значит, несовершенство веры, а может быть, полное безверие. И религия здесь, религию никак винить в этом не надо. Если не было религии, эти люди нашли бы другие для себя оправдания, другие прикрытия, но они бы все равно враждовали и воевали. Потому что вражда сидит в сердце их. А Бог верой своей исцеляет и любовью своей исцеляет, когда человек с верой к Богу идет, любовь Божия исцеляет сердце, очищает сердце. Там вместо вражды поселяется любовь. И также вот разделение церковное, мы понимаем также, множество конфессий, это опять же наша какая-то, наша ущербность наша, может быть, человеческая. Мы несовершенные люди и мы никогда не можем быть, наверное, в высшей степени совершенствами. Но мы должны стремиться к этому, имея какие-то различия, как следствие нашей несовершенности, мы, все-таки это осознавая, должны в миру сил стремиться к некому единству в мыслях, в душах, вот такому духовному, невидимому единству, может быть. Вот мы так понимаем вот эти все проблемы. Я бы хотел здесь дополнить то, что однажды, когда я пришел в церковь, то тоже так же я услышал некоторые разделения, вопрос о разделениях, о тех влияниях, которые происходят, не разъединения, не соединяющих одну религию с другим. И вот Господь так устроил, что мою жизнь, Он меня поставил на служение миссии Волга-92, миссии Урал, и Он сказал мне, иди, посмотри. И вот Он меня провел по всем городам, Он дал мне возможность быть во многих церквях. И я стоял и удивлялся и слушал, как что же нас разделяет? Здесь Христос, здесь Христос, здесь Христос. Везде говорят о Христе. И понял, что разделяет нас сам человек и разделяет дьявол. Это только его функция разделять и сеять раздор. Вражду и ненависть. Если же есть вера, если есть любовь Божия, а Бог не разделяет, а соединяет, Бог есть мир, Бог есть любовь, то Он не хочет, чтобы эта вражда шла. Ибо в каждой церкви есть Христос. А если где Христос, то там должна быть любовь, должна быть терпимость и другим. Да посовет вас Господь. В последнее время создастся общая, единая церковь. Сейчас существует попытка создать такое единство организационным путем. И я бы сказал, что это единство достигается путем попирания библейских ценностей. Люди говорят, что мы живем в такое время, когда нужно быть терпимыми друг к другу. И нам не нужно принимать Библию больше так серьезно воспринимать. Единство ценой Истины. И вот это опасно. Это единство, которое основано на попирании Истины, никогда не принесет мира. Однако существует единство определенным между разными религиями, между разными общинами на основе библейской Истины. Не за счет библейской Истины, а на ее основе. Об этом единство рассказывал и Эймон и Ирина. И мы, и другие гости, это единство, не имеет ничего общего с организацией, со структурой какой-то. Это единство, то, о котором говорила Господь Ирина. Духовное единство, дарованное нам Богом. И только таким образом, по мнению Вальтера, может прийти мир. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Если крещеный человек жизнь свою проводит так же, как и все некрещеные, то это и значит, что он не взял креста своего и не следует за Христом. И вот, к сожалению, надо сказать, что в православии это горькая истина, и это практикуется у нас повсеместно и повсюду, и кажется, мало кого-либо заботит. А это страшно, ибо уста Господни говорят, что такой человек не достоин Господа. Тогда прямо надо задать вопрос, зачем же нужно было принимать крещение? Зачем креститься и потом бросить крест? Ведь что есть крест Христов? Это есть жизнь в исполнении заповедей Господних. Это действительно некое бремя человек принимает на себя в крещении. Но бремя – это благо, и оно легко для того человека, кто сердцем своим стремится к Богу. Господь дает силы такому человеку соблюдать его волю, соблюдать заповеди. И они не требуют чрезмерного труда от человека. Но даже и этого понести многие не хотят. Многие из нас православных живут, вот как раз именно бросив, не взяв своего креста. И так, может быть, в таком вот страшном отдалении от Бога проходит вся жизнь. И, конечно, тогда, по слову святых отцов, лучше бы такой человек не крестился. Ибо в вечности его судьба будет страшная. Она будет страшнее, чем даже у некрещенных. Поэтому я бы хотел обратиться к нашим слушателям. Крещенные люди православные, если вы чувствуете себя христианами, надо исправлять свою жизнь. Нужно брать свой крест. То есть, лично для себя нужно брать послушание воли Божьей в своей жизни и идти этим путем. Это и есть наш крест. Я бы хотел добавить данный ответ чисто словом Божиим, которое записано в Священном Писании, в Послании Галатам. Пятый глава, с 19 по 20 стих. Нам говорится, что дела в плоти известны. Они суть пролюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолслужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распие, разногласие, соблазны, ересь, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. И это говорит о том, что человек, если хочет принять Христа и принимает крещение, покаяние и следует за Ним, в Нем возрождается вера. И вот, живя этой верой, человек не должен жить в этих делах, в делах плоти. И вот другой путь. И путь, который наполнен плодами Духа Святого. А это говорит также в Священном Писании в этой же главе, на последующих стихах. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На тковых нет закона. Все, кто слышит это Слово Божие, посмотрите на себя, на каким вы находите пути, независимо от того, что вы крещеный или нет. Посмотрите, и если вы вдруг увидите, что вы находитесь в совершенно противоположном пути, задумайтесь, не стоит ли остановиться и перейти там, где есть Христос. Если Бог, есть любовь, вот о чем мы только говорили, так звучит буквально вопрос, Да почему на земле так много страданий? Или наши страдания, искупление за грех? Это вопрос, я сам бы хотел задать Господу. Я очень, очень многое не могу понять из того, что происходит вокруг меня. Но я знаю, что Господу мне небольшое, чтобы попасть infected, привлекает, чтобы перемещать страна, народ. Потому чтоât многие ушли, чтобы которые устроили, ущence и соседей свои портрプят. Однако можно сказать, что на этом мире очень много страданий, не только потому, что Бог этого хочет. А, потому что люди в ярости света разрушают все. Мировые всемирные катастрифы. То, что недавно произошло на севере Сибири, это ничего с Богом не имеет общего. Люди, которые разрушают без Бога, разрушают мир, созданный им. Но вопрос это открыт. Есть вопросы, на которые мы просто не имеем ответа. В таком случае я продолжу. И следующий вопрос звучит буквально так. Молитва – особое состояние души. Разве можно молиться только... Можно ли молиться не только в церкви? Наверное, это вопрос по поводу того, как необычно проходят лекции беседы непосредственно представителей миссии Урал-94 с песнопением, такой непосредственной обстановки. Мы ведь привыкли, допустим, к культовой обряды. Обычно церква, да, молитва? Одесса Владимировна, прошу вас. Да. Мы полагаем так, что молиться можно во всякое время, всегда и везде. И молитва – это есть некое общение человека с Богом, и оно должно приветствоваться всегда и всюду. Но при этом надо учитывать, что есть особый род молитвы. Есть молитва, церковная молитва. Она свидетельствует о включении человека вот в это общество богоизбранных людей. И надо сказать о том, что вне церковного общения вообще пути спасения не бывает. Поэтому обязательно церковная молитва, она важна и сама по себе, но важна и в силу того, что она свидетельствует о том, что человек не порвал общение с церковью. Всякий, отпавший от церкви, от церковного общения, есть погибший для Бога человек или погибающий. Святой мученик Киприан так сказал, «Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Вот это очень точные слова. И я бы хотел, чтобы эти слова всегда стояли перед нами, особенно для тех, кто обольщает себя тем, что можно спастись и вне церкви. Просто молиться Богу самому по себе где-то, не общаясь с церковью. Нет. Так это тоже молитва. Она приветствуется, и её нужно творить, но она сама по себе не спасёт. Спасёт нас общение с церковью и церковные молитвы. А это пусть будет как дополнение к молитве церковной. В частности, отец Владимир, ведь и православная церковь вичит новые формы общения, да, с своей пастой. Вот непосредственно, может, Вы об этом сказали бы. Православная церковь как-то утратила способность к миссионерству. И вот сейчас, дело в том, что оно и запрещено было, миссионерство, все эти годы. И как бы способности церкви, можно сказать, атрофировались в этом плане. Но у нас была богатая история миссионерства. Православие русское, и миссионеры православные создали в таких трудных условиях, как Япония, где богата национальная культура, они создали православную церковь. То есть проповедовали, несли, и там было посеяно слово, и оно приносит свой плод. Сейчас мы возрождаем, так сказать, методом проб и ошибок, возрождаем вот эти традиции проповедования Слова Божьего людям. Сейчас все наше население русское, российское, нуждается в евангелизации. У нас, конечно, в этом плане и способности наши, и, главное, возможности очень ограничены. Мы в основном только проповедуем в храме различными, самим проведением богослужений. Это тоже можно рассматривать как проповедь, как миссионерство. А также делаем вне богослужебные различные собрания по изучению Евангелия, по изучению традиций церкви, объяснению богослужений. Это все вписывается как раз в миссионерскую деятельность. Но вне церкви мы мало что можем, у нас возможностей физических, мало и материальных. И поэтому вот, когда приехали братья, мы, конечно, с радостью это принимаем, как именно то же самое, что и делаем мы, которое дополняет нашу работу и деятельность, конечно, в этом плане приносит, тоже принесет свои плоды. Вот, наверное, теперь вопрос к Эйману. Вы поете красивые песни об Иисусе. Как вы думаете, что сказал бы Иисус о тяжелой музыке, о хайвометал? Вы знаете, музыка исходит от Бога. Музыка родилась из самого сердца Божьего. Но я думаю, что Сатана пытается исказить эту божественную музыку, особенно это происходит в последнее время. Считаны говорят нам, что до того, как Сатана спал с небес, что Он руководил хорами ангелов, которые воспевали Богу. Это значит, что музыка была частью Его существа. Но когда Он восстал против Бога, и Господь Бог не зверг Его с небес, и в моей собственной жизни я тоже очень много играл тяжелого рока. И как музыкант я очень хорошо понимаю силу и власть музыки, и какой она обладает над людьми. Hard music nearly destroyed me. Я свидетельствую, что тяжелая музыка, тяжелый рок, он чуть не уничтожил меня. Потому что какова цель тяжелого металла, тяжелого металла? Это жизнь без Бога, вне Бога. Это наркотики, это алкоголизм, это оскорбление людей, это высочайшая степень эгоизма, и особенно вот это заметно в нынешнем веке. Мы видели так много рок-музыкантов, все из вас знают очень многих рок-музыкантов которые погибали или от того, что они принимали сверхдозы наркотиков. И тогда я спросил себя, то ли это, что мне нужно, то ли это, добро ли это, или делают? И это понятно, что это не тот путь, которому бежит следовать. Я благодарю Бога, что Он открыл мои глаза на ту красоту, которая может быть найдена и открыта в музыке. Теперь я пою для того, чтобы прославлять Божие творения. И когда люди приходят ко мне и говорят песни, которые ты поешь, прекрасны, когда я говорю, это плод Духа Святого, Его работы в моей душе. Поэтому я бы выразилась очень определенно. Особенно я бы хотел сказать это, обращаясь к рок-музыкантам, к тем, кто играет тяжелый метал. Если вы продолжаете, он вас разрушит. Но помните, Бог любит вас. И только через Его любовь вы могли бы воздействовать на очень многих людей, погуждая их добру. Но для этого вы должны отдать свой дар Богу. И тогда Он даст вам тысячекратно больше того, чем Он может вам дать металл. Это мир с Богом и настоящий смысл жизни. Может быть, на такой мажорной ноте, завершая наш разговор, хотелось бы задать последний вопрос Вальтеру Кастум. Миссия, процесс непрерывный. И, наверное, хотя вы и уезжаете вскоре, мы с вами прощаемся ненадолго. Когда мы встретимся вновь? Я надеюсь, что очень скоро. Я надеюсь, что очень скоро. От всего сердца я говорю, признаюсь в Шадринском любви. У нас очень, очень много друзей появилось, настоящих. Хотя, конечно, не очень легко. Нам, Швейцарцам, людям из благосостоятельной страны жить здесь, в России. Но я открыл здесь прелесть. Прелесть природы. Прелесть людей. И я надеюсь, что вскоре опять приедем сюда. Я благодарю вас всех за беседу. Мира нам всем, добра и согласия.